Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. Это Ксения Михайлова. Ну да. Меня интересует вопрос. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот это обличайте, оно и добро для обличаемых, и добро для нас самих, я так понимаю, да? Именно так. Из Ихилия 3.18. Запишите, прочитайте. Ну, мне такой вопрос. Сейчас, чуть-чуть, я подальше скажу. Если вот мы не обличаем грех, то он со временем может стать для нас самих привлекательным, да, я так понимаю. Потому что у меня вот сын подростком когда был, его вообще понесло, во всё подряд понесло, и я его начала обличать во многих грехах, но их столько много было, что чтобы он от меня не сбежал, я в некоторых грехах его не обличала. И вот где я его не обличала, это для меня потом стало для самой нормы. А где я обличала, это так и осталось для меня грехом. Именно для меня. Это так и есть. Просто у меня ещё второй сын сейчас зайдёт в этот возраст подростковый. А в подростковом возрасте за всё обличать там не получается. Просто ребёнок, он сбегает из дома. Вот такое есть, что где мы не обличим, для нас самих это становится привлекательным. Есть такое? Ну, видите, как один говорит, я, говорит, пошёл доить, а корову молока нету. Я, говорит, отлупил её след, она дала мне целую бочку. Так может быть? Корма надо давать, корм хороший давать. Обличать это вопрос, когда ты уже говорил, занимался, и он не слышал, или правитель, или там такого высокого ранга. Это один вопрос. А сын, с сыном-то легче разговаривать. Ты просто скажи, сынок, тебе надо родиться свыше, чтобы Дух Божий тебе глаза открыл на всё. Потому что я сейчас не могу сказать, следователь тебе будет перечислять в уголовном деле, когда тебя в тюрьму затащат. Ты будешь ждать от нас передачки. Позор семье. Зачем ты это делаешь? Давай вместе молиться. Вот таким путём иди. А не просто так. Я его побила, обличила и пошла довольная. Сказать надо и показать путь выхода. Из этого. И признать своя вина. А твоё дитё, как ты могла это допустить? Игнатий Тихоныч, он у меня с детства при храме. Он с детства... Обо всём этом говорим. И священное писание, и всё. Но я думала, что такого не будет в подростковом возрасте. Но это всё произошло. Я в храме уже очень давно. И он всё время там. И пел на клиросе. И вдруг понесло всё равно. Их всех понесло, я смотрю, этих детей церковных. Понимаете, храм – главное место развращения. Вот вы говорите, храм – как будто бы это какая-то преграда. Это наоборот. Кто там есть? Проповеди нету. Вон в храме это всё нахватался, и всё. Не в храм надо было. Сходили вместе, да домой. Лучше на лоне природы бы побыли, да вместе побеседовали, почитали Библию. В храме, в храме. И схромались. Господь говорит, храм – храм, говорит, камни на камень не оставлюсь. Храм – это источник главной заразы был. Оттуда пришли люди, обличали Христа и предали его. Это всегда так было. Вот одна женщина тут на меня вышла, а у ней не лады с сыном. Да он большой уже, уже 20 лет. Ну, у него там свои всё на каждом школе проблемы, проблемы. Я говорю, это слово «выбрось», а оно поганое. Нерешённый вопрос. Ну, я встретился два раза. С матерью он не разговаривает, там такие очень плохие отношения. Она сейчас зашла и мне сбрасывает. Он, похоже, у вас, вы ему понравились. Это такая неожиданность. Он Библию считать начинает. Я ничего не знаю, от меня не зависит. Надо, главное, корень задеть. Если этого не будет, потом тебе не вернуться. Это коротенькая жизнь. Одно мгновение на той стороне. Нет, повторяю, у меня нет религиозного гуманитарного образования. Это помогает мне говорить, беседовать. Не по той системе, которую Осипов там даст. Или там другие, которые сидят. Дворкина. Живое слово, и ваша жизнь должна подтверждать это. В храм ходить надо. Но только в храме он должен знать. Не всё так, как надо. Когда мы спали, в это время туда в окна. Набросали дохлых кошек и собак. И поэтому это не наше. Надо выбрасывать. Я образно говорю. Я начальник детского лагеря был. Детского. Отовсюду люди были. За границей. Бога не знают. Ругаются. Матерятся бывают. Наркоманы. Я 45 лет директор. 45 лет. И когда стало уже проявляться плоды, что ребёнок не возвращается к прежнему. Ни наркотики, ни... И они здоровые делаются люди. Всё время, каждый день спортом занимаемся и работаем. Стали родители приезжать. Даже директор Кэстонского института из Лондона прилетела. Ей дали сопроводительного какого-то Юрия Станкина в Москве. И она прилетела в Потеряевку. Ксения Деннон. Я ей книги ещё подарил. Она большую статью тогда опубликовала в интернете. Исполнение мечты в сибирских степях. Вот как Бог Господь делает. Мне ничего не отприезжают профессора психологии. Живут. И, наконец, у меня строгая дисциплина. Родители расписываются, что я имею право физически наказать его. Каждый родитель, дающий детей, записывает. А когда касается, ничего нет нигде. Комиссию назначали. Детей осматривали. Кандидат медицинских наук. Вмешалась прокуратура. 18 краевых комиссий против меня было только. Три или четыре уголовных дела возникли. И всё лопнуло. Почему? Бог. Бог стоит. Они ничего не могли сделать. Вот как Бог делает. Удивительно. И люди-то делаются другими. Они встречают, а он ребёнок другой. Он свою сестрёнку там гнобил. А тут такой парень. Да как это так? Психологи. И, наконец, находят. Главная движущая сила лагеря Стана у Лапкина. Тире. С большой буквы. Любовь. Вот как. От которой знают. У вас только строгость. Нельзя. Концлагерь какой-то, а не лагерь. Всё в прошлом. Вот как это сделать? Это Бог делает. Повторяю. У меня нет образования. Ни религиозного, ни гуманитарного. Я беру. У каждой страны, где я ездил в Америке, возили скаутские лагеря. Самое хорошее всё у себя применил. Везде. Даже сектанты где-то. Протестанты. Я от них взял многое. Вот как. Легли спать даже шёпотом ни одного слова. Утром встаём всегда в пять. Где, в каком лагере детском в пятеро. Они, вон, говорят, у нас два этажа, говорит, на первом мальчике, в втором девочке. Приходят воспитатели утром. Нижний этаж пустой. Все на верхнем. А у нас где для девочек, для женщин отдельные кельи построены. Даже мимо проходить мальчикам нельзя. Вот какие правила. Купаются только, брось, пока те не уйдут, другие не подойдут. В церкви лево-право стоят. Всё раздражено. Никак. Побрось. А как это? Господь. Повторяю, Господь благодатью своей это делает. Боязно говорит. Скажет, а вы хвалитесь? Хвалящийся хвалить Господом, что знает его. Написано. Я хвалюсь Господом моим. Что он меня на это дело избрал. И государство за 45 лет ни рубля не дало. Ни рубля. А то люди понимают, раз я директор, завалили. Ничего нету. Но я внимательно слушал. Где закрываются лагеря, списанные что-то, тумбочки. Что взять можно? Договариваюсь. Краевая администрация мне помогала. Милиция помогала мне автобусом увозить детей. А как это? Начальник УВД, генерал-майор Вальков. Мне близкий. Прокурор Краев, генерал-лейтенант, близкий. И поэтому все глушилось. А теперь осталось как памятник. И где лагерь был, теперь там музей. Музей. Написано. Комплекс для бедных лагерей. Вот как Бог делает. Я даже грешным делом говорю, Господи, как хорошо, что ты меня избрал на это. Не ошибся ты. В деньгах толку не понимаю. Для меня хоть вот золотом земля посыпана долларами, я не понимаю. Это не мое. Ни копейки, ни доллара, ни цента за всю жизнь не взял себе. И потом всегда экономия, и деньги, и кому помочь, это Бог делает так. Бог. Вырос в такой семье 10 ребятишек, отец инвалид. И все это мне на пользу оказалось. Так что, Ксения, я не знаю, в какой стадии у вас это разложение. Но то, что вы говорите, это ужасно. Ребенок с вами был, и теперь все пошло туда обличать. Ну, обличает что? Курить нельзя, допустим. А остальное он сам должен смотреть. Я не могу дать вам совет. Я могу только показать пример своего воспитания детей. Каждый год 45 лет. Вот возьмите для себя, что это? В государственном масштабе 45 лет ни одного директора нет. А люди-то посторонние, дети. Я должен знать, что им больше нравится. Изучаем травы, ходим, ягоды собираем. До обеда работаем. Купаются раз в шесть в день. В воскресенье на лодках, на лошадях. Вот я должен все абсолютно взять на себя. По деревьям лазит, а упадет. Упадет, погиб. Я должен научить его. Я их под зеленым сюкном не держал, ребятишек. На деревья лазили, как белки. Какое дерево, какие сучки, что крепко. Я должен все знать абсолютно. Так они никто для меня. Никто. Первый раз я их вижу. Привезли двоих, а родители оба за убийство сидят. Что у них на уме? А ребятишки, а бабушка-то с ними... Я вот так-то говорю, не наклоняйся. В левой руке кусочек, а в правой ложку. Так положи, не наклоняйся. Я бабе скажу так. А баба засмеется и скажет, а я и не знала. И опять что-нибудь... Я ему рассказываю, над столом не наклоняйся. Баба опять узнает, скажет, а я и не знала. Вот они стали вспоминать, какая баба. Да они еще заказали песнопение какое-то по ГТРК. радио для меня специально за воспитание детей. Конечно, это трогает. Сын, если был бы где-то в нашем лагере, или на лето вы к нам приехали, он побыл здесь. Побеседал бы я с ним. Надо... Ну, мы хотим попроситься к вам на это лето. Ну, вот мы поговорим с вами, чтобы он с вами был рядом. Что это означает? Как это? Во что обойдется? Откуда ехать? Далеко нет отказания. Вот приедет сюда Семенов, значит, Вячеслав Сергеевич. Он приезжает и с женой, и с Катериной, и с отцом. Вместе крещение принимали Сергей Николаевич. Вот настоящее гнездо православное. И когда едут, надо вместе, чтобы не одни были в вагоне. Раньше у меня были люди отовсюду, из Прибалтики, из Одессы. И когда едут, потом говорят, едем дорогой. Ну, человек 15, ребятишек. А эти проводисты говорят, да что это за дети? Ни шума, ни гвалта нет. Сидят, как старички какие-то. Что-то читают, потихоньку разговаривают. Вот какое дело. За ними никто уже не смотрит. Хотя воспитатель приехал с той стороны. Так что храм, что они при храме, может, это самый хуже элемент. Их одних нельзя было оставлять. Ну, вот все у меня. А то я тут разлился, как море. Благодарю, Игнатий Тихонович. Спасибо большое. Ну, все, с Богом. Игнатий Тихонович.